А доброго дня, всем добрым людям, на YouTube-канале Марка Солонина продолжается практически бесконечный разговор про события советско-финляндских войн. Мы сейчас находимся во второй войне, которая началась 25 июня 1941 года. В предыдущих двух сериях мы обсудили весьма подробно, как возник и как развивался так называемый в кавычках сокрушительный удар по немецким аэродромам Финляндии, который и запустил механизм этой войны. Сегодня мы спускаемся с небес на землю, а от сталинских соколов переходим к танкистам, тем самым броня крепка и танки наши быстрые. И наши люди мужеством полны. Прежде всего, надо пояснить, как я понял по комментам, не все это поняли, для какой надобности с такой чудовищной въедливостью я рассматривал этот самый авиаудар 25 июня. С детализацией вылета в отдельно звеньев и пар. Не случайно. Дело в том, что рассматривая события первых дней второй советско-финляндской войны, мы фактически получаем в свои руки абсолютно уникальный инструмент. Мы получаем машину времени. Вот то, чего быть не может, оказывается, вот оно исключительно в случаях бывает. О чем идет речь? Речь идет о том, что без всякого привлечения, сейчас это уже становится понятно еще более, важнейшим, крупнейшим событием в истории того, что называлось Советский Союз, Советская Империя. А та страна, в которой все, без исключения, кто сейчас меня слушает или родились, или там родились ваши родители, и выросли в семье советских людей. Крупнейшим событием в истории этой, как сказал Брежев, новой исторической общности людей, советский народ, была Великая Отечественная война, как она называлась там, как мы ее сейчас называем Советско-Германская война 1941-1945 годов. Именно она в огромной степени, в колоссальной степени, даже на уровне генетики народа и искусственного отбора определила и дальнейшие истории этого народа, этих людей, каждого из нас с вами. Так вот, в рамках этой истории, в рамках этой истории есть один из важнейших спорных, дискуссионных, непонятных до конца моментов. Как же так получилось, что Сталинская империя, которая обладала летом 1941 года самой крупной сухопутной армией, да и огромной авиацией, как так получилось, что в этом столкновении маленькой Германии и огромного Советского Союза, вооруженные силы которой происходили своего противника по некоторым важнейшим показателям, например, количеству танковых и боевых самолетов, в разы, почему это столкновение привело к катастрофическому разгрому Красной армии? Таковой разгром докатил ее до Тихвина, пригородов Москвы и Сталинграда. Есть много всяких мнений. Одно из них заключается в том, что Красная армия готовилась к наступлению. Это такая специальная наступательная армия, которая умела только наступать. И она готовилась к грандиозной наступательной операции, которая должна была начаться плюс-минус в середине июля 1941 года. И вот в момент подготовки к этой наступательной операции шашку занесли над головой, и в этот самый момент в грудь воткнули штык. То есть немцы опередили Красную армию, и в результате армия, которая находилась в состоянии развертывания для наступления, это очень действительно неудобная ситуация для того, чтобы в ней воевать. Как шашка занесена за спинную грудь открыта, в этот момент и произошел, значит, выпреждающий немецкий удар. А вот если бы Красная армия начала первой, и нанесла таки первый удар, и действовала по своим наступательным планам, то к концу лета мы были бы уже, Красная армия была бы уже в Берлине. Есть такое мнение. Есть разные по этому поводу дискуссии. Так вот, история второго, начало Второй Советско-Финляндской войны, это уникальный случай, когда мы можем проверить теорию на практике. Не бывает экспериментов в историографии, а в данном случае бывает. Все один в один и произошло. Красная армия наносила удар первой. Сначала этот удар начался, как и положено, с сокрушительного удара по авиации противника, по аэродромам базирования авиации противника, по его железнодорожным станциям. Вот точь-в-точь как все записано. Более того, более того, та самая знаменитая директива, подписанная наркомом Тимошенко поздним вечером 24 июня, о чем мы говорили, ведь в этой директиве предполагалось, что воевать придется против отборных частей немецкой авиации. То есть даже нельзя объяснить тот чудовищный облом, который произошел 25-го, тем, что, ну, конечно, недооценили противника, думали, что нашим противником будет маленькая, слабенькая финская авиация, ткнет же. Воевать-то собирались с немцами. Это аэродромы немцев собирались бомбить и собирались уничтожать лучшие части люфтваффера. Поглядев на то, как это произошло, мы можем строить уже вполне обоснованные предположения о том, что было бы, если бы сталинские соколы полетели так и бомбить немецкие. Аэродромы, на которых так и были лучшие части люфтваффера, вооруженные теми самыми Мессершмиттами, которыми они обнаружились в их отчетах. Сейчас мы будем говорить о том, как происходили боевые действия на Земле, где, опять-таки, все было точно по предвоенным планам. Подняли части по боевой тревоге, провели полное отмобилизование, развернули, вывели районы развертывания, которые были предусмотрены предвоенными планами, и нанесли первый удар. Вот, что из этого получилось, мы сегодня и будем говорить. Главной ударной силой сухопутных армий середины прошлого века были танковые соединения. В Советском Союзе, в Краснодаре, называлось механизированный корпус. Такое большое соединение составило, стандартно было четко, два плюс один. Две танковые, плюс одна моторизованная дивизия, плюс, как правило, еще бывал мотоциклетный полк. Иногда было и не было еще отдельных, или даже два корпусных и цивилизмских полка. Применительно к тому, о чем мы говорим, Ленинградский военный округ, который превратился в Северный фронт, таких ударных кулаков было два кулака, ну, как у живого человека. Первый Меркорпус и Десятый Меркорпус. Гораздо более мощным был Первый Меркорпус. Первый Меркорпус, ребята, страшно сказать, по состоянию на начало июня точно цифр не бывает, потому что танки, броневики и машины это расходный материал, тем более в Красной Армии шло непрерывное первое вооружение, как в любой армии, которая готовится воевать. Так называемые танки старых типов выводились из боевого состава, замещались новыми танками, поэтому с точностью до единицы никогда нельзя назвать, но я называю, имею в виду, что все эти цифры надо принимать плюс-минус 10%, то есть с неизбежной неточностями. Так вот, по состоянию на начало июня 1941 года Первый Меркорпус – это более тысячи танков, более тысячи танков, то есть в него в состав входили первая танковая дивизия, третья танковая дивизия и 163-я моторизованная дивизия. Поэтому надо иметь в виду, что советская моторизованная дивизия по сути дела танковая дивизия, только в танковой была структура такая два танковых полка и один мотостылковый. В моторизованной дивизии точно наоборот один танковый и два мотостылкового полка, ну и плюс по циррейскому полку в каждой из упомянутых дивизий. В частности, 163-я моторизованная дивизия первого мер корпуса имела порядка 280 танков, то есть по количеству танков происходила любая из немецких танковых дивизий, которая 22 июня, вторая для Советских Союзов. Значит, более тысячи танков, чтобы было понятно, что такое тысяча танков, вся четвертая танковая группа вермахта, которая из Восточной Пруссии перерезала всю Прибалтику, потом Псков, Остров, потом Луга, потом Ленинград. Вот эта вся четвертая танковая группа вермахта, единственная в группе армии Севера, имела 602 танков. Значит, ну кроме танков, танки это же не все. Кроме того, первое на вооружении первого мер корпуса было 239 броневых автомобилей, в том числе 130 пушечных, но это фактически колесный танк. Там была буквально башня танковая, башня легкого танка. Чтобы все это ездило, было 4730 автомобилей, 4730 автомобилей, а также 246 тракторов и тягачей, а также 467 мотоциклов. Представили масштаб, да? Состояние всего этого дела. Есть отчет. Отчет, он так называется, об эвире действия в переезд от 2 июня по 24 июля, подписанный командиром корпуса генерал-майором Чернавским. Даты нет. Судя по контексту, это август. К тому моменту корпус был уже разгромлен полностью, в щен вообще просто от корпуса уже ничего не осталось. В такой ситуации не было у генерала-майора Чернавского ни малейшего личного мотива как-то изобразить предвоенное состояние корпуса преувеличено, скорее наоборот. Он был прямо заинтересован, но если он не хотел оказаться в расстрельном подвале, это объяснять, доказывать, что вот мне его дали поруководить совершенно разваленным соединением. Нет, нет. Кавычки открываются. До начала войны первый механизированный корпус, сформированный из частей, принимавших непосредственно участие в боя с белофинами, представлял собой хорошо сколоченное механизированное соединение. По уровню подготовки штабов, кадров начальствующего состава и всего остального личного состава, по состоянию боевой техники и вооружения, в условиях взаимодействия с общевойсковыми соединениями и авиацией, первый механизированный корпус был в состоянии полной готовности для решения любых сложных боевых задач. От чести славы генерал-майора Чернавского, который не покривил душой и все написал, как оно и есть. Так, а где же он был? Где же этот замечательный меркорпус был? Перед войной он находился в районе Пскова. Ленинградский толковый гигантский показывал. Псковская, Новгородская, Ленинградская область, Карельская, извиняюсь, извиняюсь, Карелло-Финская, Советская стилистическая республика, да еще Мурманская область, гигантская, по протяженности 1300 примерно километров. Так вот, первый мех корпус находился в районе Псков остров. Схема перед вами. Что, как вы понимаете, большая удача, большая удача. Он оказался относительно недалеко от той полосы, где прорывалась немецкая 4-я танковая группа. Вот тут бы его использовать. Его, разумеется, использовали. Его использовали. Подняли его вечером 22.11 22 июня. 10 часов вечера 22 июня корпус получил приказ начать марш, выдвижение и двинулся именно так, как здесь и нарисовано. То есть, если бы спутников-то еще не было, если бы с неба бы посмотреть, то он бы увидел такую потрясающую картину. Через всю Литву от границы с Восточной Пруссией к Даугаве катится лавина 4-й танковой группы, три немецкие танковые дивизии. И в том же самом направлении, по карте наискосок с юго-запада на северо-восток, в том же самом направлении буквально движется и лавина первого миркорпуса. Аугавой миркорпус имел задачу совершить марш, там примерно 210-250 километров, ну, для разных частей по-разному, и сосредоточиться во южных пригородах Ленинграда, ну, примерно в районе Гатчины. Ну, не буду уж говорить, что двигались они в одном и том же темпе, а все-таки немцы двигались немножко медленнее. Я, кстати, ошибся, извиняюсь, уточняю, в прошлый раз не 25-го, а все-таки утром 26-го, утром 26-го июня корпус Манштейна захватил Даугавпилс или Двинск, как он писался в советских тогда документах, и форсировал эту самую Даугаву или Западную Двину. Столько у них на это ушло 4 дня. Первый Меркорпус переместился от Пскова к Гатчине. Ну, трудно сказать, трудно сказать, за сколько он переместился. Вынужден опять огорчить некоторую часть наших зрителей, которые крайне возмущены. Почему в Солоне оно все как-то размыто, не точно, предположительно, точной даты нет, точно цифры нет. Ну, что, ребята, делать? Ну, читайте труды профессора Кожевникова, там все абсолютно точно. Да, к сожалению, трудно сказать, когда завершился этот марш, потому что происходил он достаточно специфический, о чем свидетельствует приказ, опять же, даты нету на приказе, но по контексту где-то 25-26 июня, который командир корпуса Черновский и издал. Кавычки открываются. Командиры частей и подразделений не командуют колоннами, не организуют рыбового обеспечения, технического замыкания, эвакуации и восстановления отставшей и аварийной матчасти. Движение колонн происходит неорганизованно и стихийно. Командный состав подразделениями на марше не руководит. Командиры машин шоферами не управляют, машины двигаются и останавливаются как хотят. Дисциплина марша отсутствует совершенно. Сигнальных флагов на машинах нет. Колонны не управляемы, машины не имеют своих постоянных мест в колоннах и так далее. В результате к 28 июня, то есть марш начался еще, повторяю, вечером, поздно вечером 22-го, к 28 июня из 337 танков дивизии в районе соседоточения, то есть в районе Гатчина находилось 255 танков, ровно 3 четверти. В частности из 40 тяжелых трехбашенных танков Т-28 17 из 40-17 отстали на марши по причине сгорел фрикцион. Когда мы с вами дойдем до истории большой, настоящей советской германской войны, этих фрикционов, сколько вы наслушаетесь. Но самое главное не это, но фрикционы сгорели, гусеницы порвались, фильтры забились, бензин кончился. Люди куда делись? Люди куда делись? Потери первого мер корпуса явно превосходят потери 4-й танковой группы вермута. Я не издеваюсь. Я не издеваюсь. В 3-й танковой дивизии в 3-й танковой дивизии в 28-м июня в районе соседоточения числилось 7359 человек. Тоже по приказам. 7359 человек. А сколько их было? Ну, вообще, штатная численность танковой дивизии 10941. Известно, что на 1-е июня укомплектованность мер корпуса личного состава составляла 87%, а 7359 это 67%. На шортах плюс-минус не хватает 20%, то есть 2000 человек. А скорее всего не хватает еще больше, потому что численность на 1-е июня это одно, а потом 22 дня в стране идет скрытая мобилизация, в ходе которой прежде всего пополняются механизированные танковые моторизованные дивизии, ну а потом 22-й июня пост начинается открытая мобилизация. Так что моя оценка, что отстала на марше это безважатная потеря. Смейтесь, не смейтесь, это безважатная потеря, вы их назад не найдете этих людей. 1-1,5-2 тысячи человек это довольно интересно, довольно интересно. однако, однако, вы конечно уже возмутились и правильно сделали, почему 3-я, 106-3, а где 1-я? 1-я это дивизия где? 1-я дивизия, ребята, в Алакурте, это очень интересно, и вот это очень интересно. Именно с этого я начал первую страницу, первой главы, первой части моей первой книги, которая еще больше коротно еще была. 17-го июня, 17-го июня, а 1-я танковая дивизия командовал ей генерал-майор Баранов, герой Советского Союза, абсолютно уникальный человек, абсолютно уникальный командир, абсолютно уникальные результаты командовали, все в хорошем виде, все в хорошем смысле этого слова. Когда я работал с документами 1-й танковой дивизии и пошли листочки по поводу потерь, потерь людей, живой силы, личного состава, потерь техники, я реально протирал очки, что это происходит, девочка опечаталась, ну там не девочка печатает, потерь-то нет, ну в масштабе того, что происходило со всеми остальными советскими танковыми дивизиями, а я был порядка 60, ну потери просто нулевые, что-то ничего не ломается, все ездят, фрикционы не горят, цыгачи от полку прошли 285 километров без единой поломки, это как? Мы же знаем, что все Советское ломалось, немедленно ломалось на первых 100 километрах марша, уникальная дивизия, уникальный командир, так вот, 17 июня дивизия получила приказ, причем, что интересно, вот это получение приказа в отчете командира корпуса, корпуса, не дивизия, а корпуса, описано следующим образом, 17 июня по личному распоряжению начальника штаба Ленинградского округа генерал-майора Никишева, первая танковая дивизия была взята из состава корпуса и направлена для выполнения специальной задачи, запятая, куда и убыло, погрузившись на станции Березка в районе Псков. Всякая связь с нею потеряна с момента убытия ее из состава корпуса, то есть складывается впечатление, что генерал-майор Чернавский командир корпуса просто не знал, куда отправляют его дивизию. Более чем вероятно, что и генерал Баранов не знал, куда отправляют его дивизию. У него был приказ, вот станция погрузки, будьте любезны. Кстати, если будьте любезны, это очень большая задача. 25 эшелонов, не вагонов, 25 эшелонов надо было загрузить и продолжалось это, естественно, несколько дней. Продолжалось это несколько дней. А первые эшелоны ушли 19-го, а последние загрузились 24-е. Ну и, соответственно, тащили их, тащили паровозы и дотащили они их, я вполне допускаю, что Баранов даже не знал, куда тащат его дивизию, ему это не положено знать, а притащили его в Аллакоте. Что такое Аллакоте? Это заполярье. Это заполярье, как видите, ну так, рядышком там у нас уже Кандалакша. Край мира, край света. Это буквально край света. Черненькое, то, что я там нарисовал, так вот, как рука взяла, это ветка железной дороги, которая от Кандалакшина, вот это основная железная дорога, Мурманская, или Кировская, как она там называлась, и от нее сделали ветку, которая идет налево, то есть на запад, колокольцы, и все. А дальше все обрывается вокруг леса тундра. А вокруг леса тундра, посмотрите внимательно на эту схему, она того заслуживает. Там все шевелилось. Значит, зелененькая линия это исходная, законная советско-финляндская граница. После Зимней войны, никаких успехов там Красная Армия не имела, но после Зимней войны, как я говорил, Советский Союз аннексировал в пять раз больше, чем захватил силы оружия, и в частности, вот этот вот выступ такой, язык, нос, как хотите назовите, Советский Союз прихапал, и в результате граница уже проходила не по Аллакурте, а прошла она по вот этому поселку Салла. После того, как это произошло, подписали мирный договор, и Советский Союз обратился с настойчивым, очень настойчивым предложением к финнам, а давайте построим железную дорогу. Давайте построим железную дорогу, которая соединит ваши Кемиярви и наши Аллакурти. А зачем, спросили удивленные финны, нам вот в этих совершенно безжизненных местах еще и железную дорогу строить. Затем сказал Советский Союз, что мы же с вами подписали мирный договор, мы теперь будем дружить и торговать. Ну, там, финское салями, масло сливочное, целлюлоза, бумага, ну, много чего есть, будем вот с вами торговать и по железной дороге на Кандалакшу возить. Хм, очень удивились финские парни, сказали, а зачем? Ну, вообще-то, из Южной Финляндии проще всего приехать в Ленинград. Там есть железная дорога, есть финляндский вокзал, помните, дедушка Ленин туда приезжал, на броневик залезал. Что за идиотская идея с Южной Финляндии что-то тащить в Кеми, то есть северная точка Ботнического залива, потом огромным кругом это вести в Кандалакшу, потом с Кандалакши вниз, ну, вниз по карте, на юг, еще сотни километров, и, наконец, мы только окажемся где-то в обитаемых районах Советского Союза. Непонятная торговля, не нужна нам эта дорога. Обиделся на них Советский Союз, построил дорогу только на своем участке. От Алла-Курти до Салла появилась железная дорога, черненькая там вам обозначил. Чем нужна была Советский Союз железная дорога, я не знаю, но предполагаю, поскольку мы с вами видели два плана от 18 сентября 1940 года и от 25 ноября 1940 года, два плана вторжения в Финляндию и разгрома в Финляндии, то мы знаем, что на это направление предполагалось собрать 11 дивизий, 11 советских дивизий, которые должны были перерезать Финляндию именно вот в этом морском месте по линии Салла-Кеми-Яве-Рога-Ниеми-Кеми перерезать страну. Может быть, может быть, такое мое предположение именно для того, чтобы обеспечить снабжение боеприпасами, горючим, едой всем эту наступающую группировку и нужна была железная дорога. А так вот, значит, прибыла на эту самую станцию Алла-Курти дивизия Баранова и там ее и выгрузили, осмотрелся он по сторонам и увидел примерно вот это вот, то, что сейчас видите вы. Это и сейчас маленький поселочек, это и сейчас маленький поселочек, железная дорога есть, но, конечно, пятерочки тогда не было магазина. А поселочек этот, как видите, весь запада охватывает река. есть там такая речка, называется Тунсайоки, но Йоки это река по-фински. А вот это самое Тунсайоки, как вы понимаете, это просто подарок, это просто подарок. Ну, какая бы она ни была река, но всякая река, это водная преграда, а если там еще и, как называлось в советском уставе, усилить крутость берегов, то есть подрить, сделать берега обривистыми, заминировать, да еще колючую проволочку намотать, это уже такой более-менее прилично обронить на рубеж. Однако, в документах 1-й танковой дивизии я нашел еще и отчет Антона Мостового или не Саперного батальона, боюсь ошибиться, но очень удобно подразделение, которым мы положили этим делом заниматься. Прибыв в Алакурте, они тут же засучили рукава в прямом и переносном смысле в течение пяти дней, я думаю, что пяти дней и ночей до 30-го июня построили, навели три моста. Они не стали подрывать эту реку и опоясывать ее колючей проволокой. Они навели три моста через эту реку, чтобы удобнее было переехать танком. Ну, танк-то, он хоть и легкий, там, да, вся дивизия была вооружена легкими танками, БТ, в основном БТ, немножко Т-26, меньше Т-26, но в любом случае легкий танк это 10 тонн. Нужен приличный мост. Приличных мостов они сделали три штуки до 30-го июня, а 30-го июня началось немецкое наступление в этой полосе на Кандалакшу. Это отдельная тема, я сказал, мы не будем трогать войну за Поляре, это отдельный блок вопросов, не будем его комкать, но немецкое наступление началось 30-го, после того, как оно началось, то же самое, вот то же самое подразделение, то же саперное батальон в течение нескольких дней, да, да, совершенно верно его угадали. Разрушил, разобрал, не знаю, там, взорвал взрывы или чем, он разрушил три моста, который навел несколько часов назад, а также разобрал всю железку, всю железную дорогу, почему я на этой схеме вам и не нарисовал, вот вся эта железная дорога от Алакуртии до Сала, немаленький там кусок, это, наверное, километров 70, большая работа разобрать 70 километров железнодорожного полотна, справились, ну, в дивизии Баранова все делалось правильно, справились, все разобрали, а если вам еще что-то стало непонятно, есть какие-то сомнения, для каких, для какой надобности дивизия туда прибыла, танковая, то почитаем отчет об его действиях, первой танковой дивизии, как раз-таки генерал-майором Барановым подписанным, пользуясь случностью, я отмечу, бог был милостив, генерал Баранов дожил до 96-го года, 96-го года ушел из жизни в 90 лет, а кавычки открываются, что касается использования танковой дивизии в районе Лакуртии Кайра-Ла-Сала является совершенно нецелесообразным и малоэффективным, в силу отсутствия возможности маневра даже для танковых подразделений. Данный район характерен озерно-болотистой местностью, большим количеством каменистых скал и большими массивами каменных валунов. Нецелесообразность использования танковой дивизии на Кандалажском направлении, тем более очевидно, что действующий совместно с дивизией 42-й стрелковый корпус советский корпус с начала боевых действий вел в основном бои оборонительного характера, а следовательно возможности танковой дивизии не были использованы. Кавычки закрываются. При всем моем искреннем уважении генерала Мариёва Баранова, ну просто он не знал, а я знаю, вот я знаю и вы уже знаете. Но те, кто внимательно слушал предыдущую нашу передачу, предпредыдущую слышал, что был план разве, извиняюсь, план прикрытия Ленинградского военного округа, в нем черно-по-белому было записано, да, все это было записано в плане, ничего нового нет. И было записано, что первая танковая дивизия передается в оперативное подчинение 4-й армии, ну то есть 4-й, которая Мурманской армии. То есть никаких импровизаций не было, это было в плане, точно так же, как и перебазирование того, что осталось от первого мер корпуса, 3-й танковой дивизии, 163-й танковой дивизии, из Пскова к Гатчине тоже было записано в том же самом плане прикрытия, ничего нового не происходило, никаких импровизаций не было, командование округа Северного фронта исполняло предвоенный план, однако интересно другое, что исполнять предвоенный план они начали 17-го июня, вот ведь что интересно, вот ведь что интересно, откуда же они узнали 17-го июня за 5 дней до 22-го июня, откуда же они узнали, что этот план надо уже начинать исполнять, вот это действительно интересно. К судьбе 1-й танковой дивизии мы еще вернемся, мы еще вернемся, а пока вернемся туда, в Гатчину, в южные пригороды Ленинграда, очень живописные, что уже происходит с 1-м верх корпусом, то есть 3-я танковая дивизия, 163-я материзорная дивизия, которая все штыки, хоть не за 2 суток, а за 5 или 6 дней, но в конце концов отстающих собрали, фрикционы поменяли, и в конце концов все эти грохочущие и зарыгающие клубы дыма колонны, сотни танков, тысячи автомобилей, сотни цыгачей гусеничных, в конце концов все это приползло в Ленинград. Как приползло, так и уползло, разумеется. За это время немцы в двух точках Даугавпилс и Каппилс форсировали Даугаву и полным ходом уже наступали на Резыкне, или в русских картах тогда отписалось Режица, ну и дальше по шоссе на Псков. То есть там уже назревал не кризис, а катастрофа. Там назревал катастрофа, а Северо-Западный фронт был фактически уже разгромлен. Разумеется, разумеется, развернулись на 180 градусов и две дивизии, извиняюсь, первого мер корпуса поползли назад, ну разумеется, поползли назад. Встреча от немцев, наконец-то. Прежде чем двинуться туда, назад, буквально назад, в исходную точку, где они и были, они получили интересный приказ. Интересный приказ, который я, опять-таки, ручечками выписал из архивного документа, не помню, что он где-то когда-то еще вам попадался. 29 июня начальник оперативного отдела штаба Северного фронта генерал-майор Тихомиров подает распоряжение начальнику штаба первого мер корпуса полковнику Лемаренко имеющиеся в корпусе карты, топографические карты, с собой не брать. Выслать одну машину полтора тонна за получением новых наборов карт. Исполняя это поручение полковник Лемаренко 23.30 отдает следующий приказ уже своим подчиненным по первому мер корпусу. Немедленно в штаб корпуса командиром 3-й танковой дивизии 163-й металлезонной дивизии выставить по одной машине по одному представителю для получения карт. Ранее полученные карты все без исключения подготовить к сдаче и сдать непосредственно на склад карт в Ленинграде. Это не я добавил. Это в тексте так. Это в тексте боевого распоряжения. Ранее полученные карты все без исключения подготовить к сдаче и сдать. Но, к счастью для историков на войне не все приказы исполняются по точности. В результате много-много чего там только нет. Отчет о сдатых портянках или еще о чем-то. Расследование о поломке какого-то танка. куча документов в делах первого меркорпуса третьей танковой дивизии. А напечатаны они, на машинке печатаны, на обороте карты топографической, но ненужная карта. Много стало ненужных карт, и их использовали просто как пищу и бумагу. А карты это топографические карты Финляндии. Вот так вот интересно получилось, что меркорпус стоял около Пскова, штаб его весь был просто набит топографическими картами Финляндии и вместе с этими картами он приполз в Ленинград. А когда обстоятельства изменились и выяснилось, что воевать надо предстоить с немцами, то решили, что эти карты это вещественные доказательства и не надо их с собой таскать, а их надо все без исключения подготовить сдачи и сдать в Ленинграде. Вот такой интересный момент, а тем не менее возвращаемся к боевым действиям. Боевые действия присадились следующим образом. И по дороге туда, от Пскова к Ленинграду, и в еще большей степени по дороге назад от Ленинграда к Пскову их раздевали и разукрупняли. Это стандартная ситуация для Красной армии летом 1941 года. Из 3-й танковой дивизии в Ленинграде выдергивают зенитный дивизион и забирают его для ПВО Ленинграда, что в Ленинграде было мало своего, оставляя танковую дивизию без собственной зенитных. Из танковой дивизии по дороге выдергивают ее мотострелковый полк. В результате танковая дивизия превращается в два танковых полка без собственной пехоты. Значит, зенитчиков своих уже забрали. По дороге отбирают еще один танковый батальон из одного из этих танковых полков. У них там три батальона в полку. Со 163-й материзованной дивизии еще более странное событие произошло. У нее пропал танковый полк, 25-й танковый полк. Причем, заметьте, в этот полк перед ее отправкой дивизии из Ленинграда туда, на запад, крежется. Туда еще добавили роту тяжелых танков КВ, которые в Ленинграде делали. То есть, полк стал весьма себе даже вооруженным, но он пропал. в упомянутом выше докладе командиром первого меркорпуса читаем. Эшелоны, ну, танковый полк отправили по железной дороге. Эшелоны в пути следования неоднократно подвергались бомбардировке с воздуха и наземному обстрелу противника, и до 3-го июля прибытие их в состав 163-й материзованной дивизии не установлено. Ну, а после 3-го июля уже ничего не забыло установить ИБО. ИБО. Значит, смотрим на схему. Немцы в последних числах июня форсировали Даугаву западную двину в нескольких точках и продвигались в общем направлении через Резыкны, в русских текстах писали тогда Режицы, на Псков. Для того, чтобы их там остановить и решено было нанести встречный удар с силами 163-й материзованной дивизии в 5 часов утра 3-го июля командир дивизии дает боевой приказ номер 5. К 7-0-0 3-го июля дивизия без 25-го танкового полка, который, как мы выяснили, не установлено образом пропал, занимает исходное положение для наступления на Двинск. То есть задача была такая, что встречным ударом остановить наступление немцев, а дросить их назад в переправах через Даугаву, занять Двинск, то есть Даугавкилс. Не допускать в своих рядах излишнего нервоза и паники, а также беспорядочной стрельбы по самолетам, как в воду глядел генерал-майор Кузнецов. Сражение встречное это урежутцы длилось недолго, о нем мало, мне не удалось ничего найти, кроме маленького листочка, листочек в клеточку из школьной тетради, а в половиночку, половиночку из школьной тетради, на нем карандашом написано «Командиру 163-й МД к исходу 5-го июля дивизию собрать в районе севернее Опочка, привести в порядок и готовить оборону по правому берегу реки Великая». Подписал листочек карандашом генерал Берзарин, на тот момент командующий 27-й армией Северо-Западного фронта, но в будущем, как, возможно, кто-то еще и помнит, военный комендант Берлина. Ну, до 45-го года еще надо дожить. Собрать и привести в порядок в районе Опочки, это значит, что дивизия через полтора сутка после этого встречного боя отлетела на 80 километров. Но не дивизия, конечно, то, что от нее осталось. Приведение в порядок, в частности, включало в себя замену комсостава издан приказ о назначении исполняющих обязанностями в дивизии, как я уже вам говорил, два мотострелковых полка по штату. Командиром одного полка назначается капитан Бушуев, начальником штаба полка назначается лейтенант Сухов, командиром другого полка назначается капитан Гагин, а начальником штаба полка лейтенант Горелик. Это те уважаемые достойные люди, которые не разбежались и которых все-таки можно было хотя бы в районе опочки найти. Еще через 12 дней, 17 июля, подписывается оперативная сводка дивизии номер 31, в котором подводятся итоги проведения дивизии в порядок. Кавычки открываются. А дивизия непосредственного соприкосновения с противником не имеет. А в дивизию продолжают пребывать группы и одиночки, выходящие из тыла врага и отставшие в районе режется. Наличие материальной части двоеточие. А 335-й зенитно-артиллерийский дивизион без матчасти. А 364-й артполк два орудия. По штату там было 36. Два из 36. А 205-й противотанковый дивизион три орудия из 18-ти. 177-й разведбат без матчасти. Что еще? Еще мы обнаруживаем некое упоминание о контрударе в районе режется, которое несла 163-я трезорная дивизия мемуарах Манштейна. Очень известных мемуарах. Манштейн пишет 56-й танковый корпус, он им командовал тогда, 56-й танковый корпус повернул на восток, на Себеш-Апочка, 8-я танковая дивизия корпуса нашла гать, ведущую через болото. Но она гать, была забита машинами советской мото-дивизии, которые здесь так и остались. Потребовалось несколько дней, чтобы расчистить дорогу и восстановить разрушенные мосты. Все. 163-я МД закончилась. Остается 3-я танковая дивизия, у которой уже зарбали мотострелковый полк и один батальон танковый. Тем временем, пока все это дело происходит, немцы, ну, времени на раскачку нет, немцы продолжают наступать, они уже подошли к реке Великая, она не более-то большая, но тем менее, это река, и вот эта река, она впадает в Псковское озеро, каковое озеро соединяется с Чудским озером, а Чудское озеро рекой Нарва соединяется с Балтикой, то есть получается такой водный, практически непреодолимый в районе озер рубеж, и дальше вот эта самая река Великая, на которую нанизаны три старинных города, Псков, остров и Апочка. 4 июля с разгону практически без боя первая танковая дивизия немцев занимает остров, занимает два невзорванных моста автомобильно железнодорожные и начинает приправляться через реку Великую, это уже предпоследний водный рубеж на пути к Ленинграду, последним будет маленькая река Луга, соответственно принимается решение немедленно прибросить туда третью ну собственно перепросить она уже в районе Порхова и находилась контр-атаковать силами третьей танковой дивизии советской и значит сбросить немцев назад на ту сторону реки Великая. Судя по отчету командира Миркоркуса первого атака началась 15-25 4 июля а в 15-55 то есть через полчаса после начала атаки противник при сильной артиллерийской и авиационной поддержке перешел в контратаку после чего остатки третьей танковой дивизии к исходу того же дня 5 июля откатились одна часть перебазировалась в сторону Порхова другая часть перебазировалась в сторону Пскова вот схемка она так в масштабе но и нарисована ну примерно где-то километров 35-40 45 они прибежали до конца этого дня до конца этого дня командование Северо-Западного фронта 6 июля дает следующее боевое распоряжение командиру первого Миркоркуса кавычки открываются вы не приняли мер к установлению взаимодействия с пехотой и вводили военный совет фронта в заблуждение о том что нет пехоты в то время как она была в районе действия там же были штабы 41-го стрелкового корпуса и 111-й стрелковой дивизии вы не проявили настойчивость и без основания начали отходить своими донесениями о прорыве немцев вводили в заблуждение военный совет фронта обращаю ваше внимание на недостойное поведение и приказываю отход прекратить принять участие в общем контрударе на остров в цель окончательного разгрома немцев исполнения донести к 22.00 6 июля обращаю ваше внимание что есть ничуть не меньше количества документов свидетельствующих о том что 11-я стрелковая дивиза разбежалась гораздо быстрее во главе с своим комсоставом который срывал знаки различия и переодевался так что может быть вовсе командир первого корпуса и не вводил военный совет фронта в заблуждение в любом случае исполнять распоряжение НИК 22.00 какому-либо другому времени было уже нечем и некому от дивизии в которой как я вам докладывал в начале июня было 337 танков примерно плюс-минус а в дивизии оставалось на ходу 43 танка горсть людей горсть людей в конечном итоге откатилась к Порхову там их этих людей эти оставшиеся танки раздали по стрелковым дивизиям и на этом история боевого пути первого мер корпуса Красной Армии завершилась история завершилась а наш правдивый рассказ продолжается ибо в Северном фронте Ленинградском военном округе было все-таки два мер корпуса про первый я вам все доложу десятый другим был десятый десятый мер корпус по всем по всем абсолютно измерениям меньше слабее хуже укомплектован это совсем совсем не то это совсем не то тем не менее и даже в десятом мер корпусе по состоянию на 1 июня числилось 469 исправных исправных танков 86 бронемашин 34 тягача 1090 автомашин 450 мотоциклов но если вы хотите как-то ухитряетесь успевать за мной то увидите значительно меньше значительно меньше в два с половиной примерно раза по машинам в четыре раза меньше конечно гораздо слабее как и положено две танковые одна моторизованная 21 танковая 24 танковая и 198 моторизованная 24 танковая вообще была полуживая она создана была на базе некого запасного учебного танкового полка в ней на наружении числилось 132 танка БТ-2 но это конечно уже по советским меркам не танк это самая первая серия самая первая вот в этом семействе БТ их в 33 году закончили уже закончили производить ну первый блин был сильно комом не все они имели даже пушечное вооружение 37-миллиметровая пушка немецкого образца их не было какая-то часть была просто выражена пулеметами ну в общем это конечно как учебно-боевая машина на что-то пригодно как боевая не очень это надо искренне признать 21-я была вполне себе на базе танковой бригады участвующей в войне с белофинами а в ночь с 23 на 24 базировалась она в мирное время в опять-таки южных пригородах Ленинграда а в ночь с 23 на 24 получив приказ она двинулась к Выборгу прямо через Ленинград представляете прямо через Ленинград уже не знаю по Невскому или по каким другим проспектам двинулся 469 танков 86 бронемашин и все это с грохотом и ревом двинулось в сторону Выборга вот она схема перед вами в конце концов вот там вот в районе Выборга станции Хиньоки Кямери они должны были выдвинуться предполагалось что это произойдет за два дня но вы все прекрасно понимаете если вы еще чего-то не понимаете следующие кавычки открываются на этот раз это приказ номер 143 532 143 532 выпущено военным советом фронта северного фронта как раз посвященный маршу маршу 24 танковой дивизии 10 мер корпуса дивизия прибыла в район не подготовленный для выполнения боевой задачи большая часть боевых машин была оставлена на пути движения только на участке Парголово Кивенапа на 18.00 25 июня стояли неисправными или без горючего 39 машин дивизии здесь мы остановимся с собственной запас хода есть такое понятие в танках то что танк может пройти на том горючем который у него в баке для самых ранних даже серии БТ это 200 километров кем образом можно было остаться на этом маршруте без горючего не очень непонятно читаем дальше машины оставлены на дороге без заказания технической помощи и экипажи предоставлены сами себе командиры дивизии полков не приняли современные меры кронзовского оказания технической помощи также не проявлена забота о личном составе всех машин которые остались без продовольствия и питались случайно исключительно хлебом от проходивших войсковых частей танкисты стоят в строю советские танкисты и значится просят хлеб у проходящих пехотинцев ну кроме того как вы понимаете не так же просто проехать ну там примерно 150 километров в зоне достаточно уже близкой к боевым действиям разумеется мягкорпус начали немедленно разбирать по частям 10 бронеавтомобилей БА-10 для охраны штаба армии 5 танков для действий совместных со 115 толковой дивизии танковый батальон в распоряжении командира 43-й толковой дивизии танковая рота в составе 10 машин в распоряжении командира 19-го толкового корпуса танковый батальон в составе двух рот танков БТ для усиления 123-й дивизии стрелковой заметьте 5 танковых взводов трехмашинного состава от каждой дивизии для противотанковой обороны в полосе стрелковых корпусов какие танки зенитная батарея для 24-й дивизии для прикрытия штаба 23-й армии то есть появление мер корпуса воспринималось вышестоящими командирами как такой большой мешок с танками большой мешок с танками а танк вещь хорошая что ж его нельзя там если до него можно дотянуться все забыли все теории глубокой операции огромное достижение советской военной науки создание крупных моторизованных соединений для решения оперативных задач все забыли наполовину его разобрали но все-таки кое-что осталось нет кое-что осталось 28 июня то есть за 23-й 5 дней в конце концов 24-я танковая дивизия даже та самая плохо укомплектованная самая слабая 24-я танковая дивизия в районах со соотношения вышла имею 177 танков им дали 49 на БТ-5 свеженьких привезли но не свеженьких но относительно свеженьких 33 бронемашины 324 автомобиля и 6895 человек личного состава к простому 7000 человек и вообще говоря полторы сотни танков вот это все было использовано в бою один раз вы понимаете что не 7000 человек и не 177 танков единственным эпизодом боевого применения 24-я танковая дивизия на фронте борьбы против бело-финской военщины был 30 июня когда 2 танковые взвода 2 танковые взвода то есть 6 танков 6 из 177 на самом левом фланге 23-я то есть самом западном краю Корейского перешейка участвовали в районе поселка Вильма в разведке боем бой длился в течение двух часов в результате уничтожено противотанковое орудие и два пулемета противника свои потери подбиты два танка из шести из которых один требовал среднего ремонта другой восстановлен силами и экипажами в личном составе ранен механик-водитель все на этом вся боевая биография 24-я танковая дивизия 7000 человек 177 танков 33 боевые машины закончилось что же у нас остается много чего остается остается 21-я танковая гораздо лучше укомплектованная подготовленная ну и 198-я моторизованная закончился июнь начался июль и вот тут то командование 23-й армии Северного фронта решило что прощупать как говорится прощупать штыком провести разведку боем в направлении иматром в журнале боевые действия 21-й танковой дивизии мы читаем кавычки опять же открываются в 24.00 1 июля ну то есть в ночь с 1 на 2 июля на командный пункт дивизии прибыл командир 10-й мер корпуса генерал-майор товарищ Лазарев и поставил задачу в чем задача выделить из состава дивизии разведательный отряд в составе танковые роты мотострелковые роты взводы огнеметных танков ну танковые роты это 10 танков взводы огнеметных танков это 3 огнеметных танков ну мотострелковые роты это роты ну примерно 150 человек а задача разведательного отряда перейти к границе в районе Энсо и далее действия в направлении Энсо и Матро провести боевую разведку установить силы состав и группировку противника путем захвата контрольных пленных установить нумерацию частей противника по владению станции Энсо и Матро станцию взорвать и огнеметными танками зажечь лес в случае успешного действия и захвата рубежей Якова и Матро удерживать их до подхода нашей пехоты а значит смотрим на схему это почтеннейшая публика та самая Энсо и Матро откуда возвращались писатель Куприн со своими друзьями и на станции Антрия они как вы помните кушали перекусывали на перроне и их попутчики плевали прямо в блюдо с рыбой это именно там все и происходит это там все и происходит именно там и собирается на этот раз не в рыбу плюнуть а поджечь лес зачем я не очень понимаю поджигать лес а зачем удерживать рубеж так более чем понятно это подготовка к следующему подготовка к дальнейшему развитию наступления ввода в прорыв уже серьезных частей утром 2 2 июля это все дело началось это все дело началось именно в районе той самой станции Антрия около которой люди приятно ужинали в 2.20 переправились по мосту через разъемную реку в Оксе в 7.30 сосредоточились в районе Энсо и в 10.30 Энсо и в 10.30 пришли границы схемы перед вами чтобы вы понимали вообще от границы до Иматри там километров ну так по прямой по прямой гуглом меряют где-то 6 6.5 от этого крохотного который сейчас появится Якола Якола поселочек деревня хутор ну там от границы что-то больше чем 2.5 2.5 километра у меня не получается боевые донесения о результатах кавычки открываются результаты боевой разведки разведоотряд с боем продвинулся вглубь финской территории на 3-4 километра и достиг северных скатов высоты 107.5 что южнее Иматра на всем протяжении противник почти не оказывался противления на высоте 107.5 противник встретил разведоотряд огнем один танк получил пробоину крупнокалиберным пулеметом убит лейтенант Литвин ранен башенный стрелок захвачен пленный финский солдат убитого немецкого офицера не могло их там быть забраны ценные документы наблюдением установлено что высота 107.5 хорошо обороняется противникам имеются полевые сооружения очевидно дзоты дерево земляная огневая точка вывод это не мой вывод это в тексте вывод разведоотряд полностью свою задачу не выполнил до Иматра не дошел лишь установил что этот участок обороняется незначительными силами противника что же касается поджигания леса то тут все нормально его оперативная сводка штаба 42-го танкового полка откуда был взят этот взвод огнеметных танков сообщает взвод совместно с разведывательной группой достиг Якула поджег деревню и обратно двигаясь по маршруту до госграницы поджег лес замечательно лес мы подожгли установили что участок обороняется незначительными силами противника разумеется надо повторить они конечно бы это все дело и повторили в общем-то они его и повторили но немножко по-другому немножко другими силами дело в том что буквально в этот же самый день насколько я понимаю это абсолютное совпадение случайное совпадение в тот же самый день 2 июля финны со своей стороны решили тоже провести разведку боем в другом месте как видите уже на край ну если смотреть советской страны на правом фланге то есть на северо-восточном углу Карельского перешейка можно скорее сказать ну северного побережья Ладожского озера и вот там в направлении на Ларденпохе силами двух пехотных батальонов на стыке двух советских дивизий попытались там прощупать советскую оборону ну и соответственно куда-то там в глубину понаступать это вызвало чрезвычайно чрезвычайно нервную реакцию командования 23-й армии всего северного фронта в результате немедленно туда туда до отражения наступления двух финских батальонов пехотных была в полном составе переброшена вся 198-я митризованная дивизия 10-го мер корпуса сразу говорю она там и она осталась не в том смысле что она погибла она там осталась и дальше в полосе вот этого усердного побережья Ладожского озера сортовала Ларденпохе она там и воевала после этого из состава 21-й танковой дивизии там два танковых полка изымают еще один танковый полк и тоже туда перебрасывает надо же как-то отразить наступление двух батальонов финских в результате если вы еще вспеваете от всего 10-го мер корпуса остается одна 21-я танковая дивизия без одного танкового полка то есть проще один танковый полк плюс один мотостолковый полк этими силами этими силами и было принято решение еще раз еще раз попытаться овладеть все-таки станцией иматра все это все это там дело пожечь и удерживать рубеж до подхода стрелковых частей такая задача была поставлена на 3-е июля и начать надо было наступление в 6-0-0 для исполнения этой задачи значит командир 21-й танковой дивизии создает там три боевые группы но в общем итоге два танковых батальона плюс два мотостолкового батальона должны были атаковать направление иматра 6,5 километра от границы а для артиллерийской поддержки должна была их поддержать соседний сосед справа по схеме видите 115-я столковая дивизия силами двух артиллерийских дивизионов гаубичных это 24 гаубицы 122 миллиметровых итак наступление положено было начать приказано было начать в 6-0-0 боевое донесение штаба 10-го механизированного корпуса и жилал боевое действие даст первой танковой дивизии сообщают нам следующее кавычки открываются значит приказ был начат в 6-0 а к 12-0-0 части заняли исходное положение для наступления артиллерии соседей соседей 115-й столковой дивизии артиллерии задержалась подготовкой и начала ее только в 13-0-0 выпустив за час 50-55 снаряда 2 гаубичных арт-дивизиона 24 гаубицы за час отстреляли 50-55 снарядов есть вот сериале такое понятие беспокоящий огонь вот одна одно единственное ствол одна гаубица как раз таки в рамках беспокоящего огня могла бы так и отстрелять где было 2 дивизиона не очень мне понятно ну скорее всего эта стрельба разбудила финнов если они сейчас дня почему-то спали ну вот от обеда их оторвало и сообщил о том что что-то сейчас начнется продолжаю читать документ в 14-0-0 мотострелковые полки танки перешли госграницы и начали наступление с переходом госграницы противник сначала оказывал слабое сопротивление и наши части быстро продвигались вперед к 18-0-0 передовые роты вышли на рубеж северные скаты той же самой высоты 107,5 Якола чтобы означать что при быстром продвижении вперед за 4 часа продвинулись на 2,5 км где были встречены организованным огнем противника и отошли несколько назад в 19-0-0 то есть через час командир дивизии принял решение на выход из боя к 22-0-2-0 положение стабилизировалось на рубеже лесная тропа юго-восточной высоты 107,5 два домика севернее Якола высота 39,5 все нет не все вы же прекрасно помните чем заканчивается анекдот про сражение за домик лесника потом же пришел лесник продолжаю читать документы в 2.30 противник скрытно обойдя фланги наших частей пришел в контрнаступление по всему участку дивизии контрнаступление началось сильным автоматно-пулеметным огнем при поддержке минометов и артиллерии в такой обстановке командир дивизии смело принимает решение на выход из боя в 4 утра части организованно вышли из боя противник три раза переходил в атаку но всегда терпел поражение и с большими потерями отбрасывался все попытки противника окружить наши части успеха не имели то есть пехота противника не смогла окружить два танковых батальона а к 11.00 4 июля дивизия сосредоточилась в районе Яске это 18 километров уже туда на юг от границы убитые и раненые вывезены по предварительным подсчетам имеется 127 раненых в том числе 11 человек на число става количество убитых уточняется уточнилось 45 человек вот все вот и все на этом сражении 21 танковой дивизии а также всего 10 мер корпуса на фронте борьбы с Белофинской Варенщиной закончились закончились по той простой причине что календарей у нас уже 4 июля это значит что немцы 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 уже уже форсировали реку Великую 9 числа они займут Псков и вперед и вперед к последнему Лужскому рубежу а после чего в течение двух недель идет ожесточенная борьба борьба не с противником борьба идет командование требует переправить перебросить остатки 10 мер корпуса туда на Лужский рубеж командование 23 армии серийного фронта не хочет их отдавать вышестоящие требуют их отдать в общем примерно две недели они между собой ссорились ну в конце концов уже просто фронт сам подошел с юга Клининграда спорить стало не о чем как я уже вам сказал 24 танковая дивизия просто как-то растворилась ушла по-английски не прощаясь 198 моторизованная осталась там в полосе пехотных струковых дивизий о чем мы будем говорить в следующем следующем кино ну а остатки недобитые остатки 21 танковой дивизии опять же разорвали на клочке раздали по частям и как-то вот весь десятый мер корпус себе потихонечку как-то вот исчез и исчез завершая наш сегодняшний разговор вы можете совершенно самостоятельно я не буду даже вмешиваться в ваши размышления подумать что могло бы быть если бы вот это все вот эти вот наступательные действия вот этот вот сокрушительный первый удар советские танковые войска десятый мер корпус в частности нанесли не по финнам у которых не было ни одного самолета в воздухе ни одного танка вообще в природе да и судя по всему описанию этого события похоже противотанковой артиллерии не было если вы внимательно слушали ни одного подбитого танка один только был пробит крупнокалиберной пулей а если бы вот вместо всего этого пытались бы вот так вот наступать на немцев вот этот замечательный марш пять дней в течение которого танки ползли по дороге пытаясь проползти 150 километров питаясь хлебом от проходящих частей если бы это дело отбомбило немецкая авиация если бы на дороге оказался немецкий постротанковый дивизион ну и так далее чтобы все это дело вышло мой же вывод мой же вывод простой самое лучшее что можно было сделать 10-й мир корпуса не трогать вот он был вот в районе вот южных пригородов Пушкин сейчас называется Гатчина вот не трогать его как вот он есть не заводить мотор и эти полтысячи танков закопать закопать землю это нормальная это не моя идея это стандартный прием предусмотренный боевыми уставами даже эскиз я видел как надо вот размеры этого котлована котлованчик как это назвать большого окопа куда закатывается танк вот если бы 500 танков закопать с шагом 50 метров как вы понимаете это получается 25 километров оборонительной полосы ну понятно что так ройники никто не делается применяется от местности вот и бы закопать на южных пригородах Ленинграда они бы очень пригодились в августе сентябре ну а примерно по моим прикидкам 200-250 тонн бензина который они сожгли туда-сюда ползает в карельском и пришли кое-что 250 тонн бензина вылить в какой-нибудь финский лес да и поджечь горело бы замечательно на этом мы заканчиваем наш рассказ о том как советская армия пыталась наступать на финском фронте на воздухе и на земле ну и в следующей нашей беседе мы уже начнем разбирать все так же с документами и фактами как происходило финское наступление против кариесной армии ну а на сегодня спасибо за внимание